Все мы сталкиваемся с огромным разнообразием характеристик, функций и прочих факторов во время выбора современной бытовой техники. И когда дело доходит до утюга, думаем, ну вот хоть тут можно не заморачиваться и просто взять обычный утюг. Заходим на сайт и на тебе! Опять куча факторов. Материалы подошвы, какие-то паровые удары с разной мощностью и непонятные технологии типа капля стоп. К счастью, заморачиваться все же не придется. Достаточно всего лишь посмотреть это видео и все станет на свои места. Выбор подошвы утюга – это, как по мне, самый сложный этап. Дело в том, что каждый производитель то и дело выпускает новый вариант с особым составом или напылением. Да еще и называют все это как-то по-своему. Поэтому вариантов сейчас масса, но основные все же выделить можно. Это алюминий, керамика или металлокерамика, а также нержавеющая сталь. Первый обладает отличной теплопроводностью и не слишком влияет на вес прибора. Утюг с алюминиевой подошвой обычно быстрее нагревается и остывает. Пригодится тем, кто часто спешит, например, с утра. Недостатком такой поверхности является ее мягкость. А значит, во время глажки ее случайно можно повредить омолнию или декор одежды. Это свойство часто нивелируется особым сплавом или опять же напылением. Так и появляется разнообразие фирменных названий. Кстати, одним из таких покрытий может выступать керамика. Недостаток есть и у этого материала. Он довольно хрупкий, поэтому если случайно уронить утюг, на подошве может появиться трещина или сколы. Зато он отлично скользит по ткани, легко чистится и хорошо держит температуру. Так что при должном обращении будет хорошим выбором. Нержавейка нагревается дольше, чем алюминий и, соответственно, требует больше времени на остывание. Также подошва из стали заметно утяжеляет утюг. К плюсам же относится высокая прочность и долговечность такой подошвы, а также ее устойчивость к царапинам. Следующий критерий – мощность утюга. В основном она варьируется в пределах от 800 до 3000 Вт. Проще говоря, если вам нужно погладить одну-две вещи, например, в командировке, то смотрите в сторону компактных дорожных вариантов со значением 800-1000 Вт. Ну а для домашнего повседневного использования – около 2 кВт и выше. В общем, чем больше значения, тем быстрее нагревается прибор, и тем большее количество пара для эффективной глажки он выдает. Утюги с функцией отпаривания являются самыми лучшими в борьбе со складками. Продуктивность данной опции измеряется количеством преобразуемой в пар воды за минуту. В среднем это значение колеблется от 14 грамм в минуту до 100 и более. Как я уже говорила, чем больше мощность модели, тем больше пара она способна выдать, и тем быстрее разглаживаются все складки. Плюс особо сложные места можно обработать с помощью парового удара – кратковременного мощного пшика. Эта функция тоже оценивается количеством воды, преобразованным в пар за минуту. Еще некоторые модели поддерживают вертикальное отпаривание. В этом случае к деликатной вещи можно даже не прикасаться утюгом, повесить ее на плечики и убирать складки только паром. Так что если планируете включить такую функцию в свой набор и часто ею пользоваться, то обращайте внимание на емкость резервуара для воды и на производительность пара. Больше – лучшее. Самым требовательным подойдут модели с парогенератором. У них мощная подача и сильный паровой удар. Модели, способные отпаривать, желательно должны поддерживать и функцию капля-стоп, чтобы во время глажки при низких температурах без образования пара вода не вытекала на одежду и не оставляла разводы. Еще одна проблема может появиться из-за некачественной воды, которая со временем приводит к образованию накипи внутри утюга. В один прекрасный момент этот налет может вместе с паром попасть на одежду и испортить ее. Чтобы такого не произошло, производители реализовали функцию самоочистки. Обычно она вынесена на отдельную кнопку, а некоторые модели даже сами напоминают, что пора ее нажать. Тогда, как следует разогретый утюг, мощным выбросом пара продувает свои внутренности от налета. Еще одна очень полезная опция – автоотключение. Вот гладите вы, а тут вдруг что-то отвлекает и напрочь забываете выключить утюг. Если он так и остался в горизонтальном положении, то по истечении 30 секунд автоматически выключится и не прожжет огромную дыру. Ну а если в вертикальном, то обесточить себя уже через 8 минут. Лично мне кажется, что для современного утюга такая функция однозначно must have. Выбрать характеристики и понять всякие цифры – это, конечно, хорошо. Но помимо них нужно обращать внимание и на удобство работы с прибором. Например, вам должно быть комфортно с его весом. Ручка должна быть эргономичной, а длина провода достаточная, чтобы легко маневрировать вокруг гладильной доски. Поэтому не примените возможностью лично познакомиться с предполагаемой покупкой в магазине, чтобы наверняка поставить точку в выборе утюга. Итак, теперь вы знаете, какими функциями и характеристиками обладают современные утюги. Поэтому можно смело сужать круг претендентов и отмечать те положительные стороны, которые вы хотели бы видеть. Ставьте лайк, если видео оказалось для вас полезным. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, гладите ли вы с паром или обходитесь без него. Также смотрите другие видео, например, как очистить утюг в домашних условиях и узнаете, как развивались посудомоечные машины. Пока!